Вот такое обращение на двух страницах. Сегодня депутаты госсовета адресовали Дмитрию Медведеву. Здесь парламентарии выражают беспокойность по поводу ситуации, которая сложилась на молочном рынке. Как говорится, из-за обильного ввоза в страну сухого молока пострадали производители натурального продукта. И их сельхозпроизводители, как говорится в обращении, просят защитить. Как подсчитали, закупочные цены на молоко упали на 5-8 рублей. И доход к продаже молочной продукции в Татарстане сократился на четверть. И здесь для урегулирования ситуации, по мнению депутатов, нужны меры федерального правительства. Рассмотреть возможности проведения государственных закупочных интервенций в отношении молочной продукции, а также дать поручение соответствующим структурам по усилению контроля за соблюдением тарифной квоты в отношении молочной продукции и повышению эффективности работы по выявлению фальсифицированной некачественной молочной продукции на потребительском рынке. Депутаты это обращение поддержали. Чтобы федеральное правительство защищало собственного товаропроизводителя, может быть даже путем государственных интервенционных закупок этой продукции, как делали когда-то на зерно, помните? Депутаты решили защитить и зеленые зоны от любителей оставлять на них машины. Для этого парламентарии дали муниципальным властям госполномочия штрафовать таких нарушителей. Цена расплаты для физлиц до 3 тысяч рублей, а для организаций 50 тысяч. Вот у меня водитель ведет машину, театральную машину, где-то встал не там. Нечастная машина, значит. Если частная, я владелец, это моя машина. А если она театральная? А если она конторская, театральная, то вы со своей казны будете платить. А как же я могу отвечать за водителя, если он... Это же ваша проблема же. Вы хозяин этой машины? Разок заплатите, и потом он приведет сразу в чувство. Вдобавок из мер наказания решили исключить санкцию предупреждения. Слово это самое убираемое. Предупреждение. Убираем? Я думаю, это логично. Все. Тогда я полностью присоединяюсь к вам. В русле этого законодательного новшества правительству республики и муниципалитетам адресовано предложение разработать программу создания дополнительных парковок, чтобы появились места, где можно будет законно оставлять машину. Чтобы они серьезно занялись этой проблемой и сделали программу, которая будет финансироваться и делаться. В том числе и за счет пополнения бюджета за этих штрафов местных бюджетов. Законодательную инициативу Артема Прокофьева большинство депутатов, напротив, отклонили. Коммунист предлагал вести прямые выборы местной власти в крупных городах и районах. Сложившаяся в республике система исходит из необходимости соблюдения принципа поддержания доверия граждан к закону и действиям государства, предполагающего сохранение разумной стабильности правового регулирования и недопустимость внесения произвольных изменений в действующую систему норм. Всего депутаты сегодня рассмотрели свыше 30 вопросов. В том числе и заслушали доклады уполномоченных по правам человека и защите прав предпринимателей. Дмитрий Иринин, Андрес Интальцев, ТНВ, Казань. Дмитрий Иринин, Андрес Интальцев, ТНВ, Казань. Дмитрий Иринин, Андрес Интальцев, ТНВ, Казань.